мир изменился и уже никогда не будет прежним очевидно вы это уже слышали и мысли это не нова и это правда а это означает что многим из нас придется в самое ближайшее время принимать самые различные решения кто-то будет думать о том как сохранить свой бизнес или открыть новый кто-то будет искать другую работу или пытаться сохраниться на прежней работе в любом случае прежде чем что-то решать придется перебирать много различных вариантов и эти решения должны быть конструктивными творческими и рациональными но как это делать сейчас в условиях карантина когда вокруг море негативной информации способной очень легко ввести вас в депрессию в этом случае вам может помочь метод конструктивного решения разработанный еще в конце прошлого века в 80-х годах английским психологом и писателем эдвардом дебона метод конструктивного мышления который назвал 6 шляп этот метод позволяет разбить ваше мышление на 6 различных режимов или типов мышления каждому из которых соответствует та или иная цветная шляпа с помощью этого метода можно лучше научиться использовать особенности вашего мышления контролировать свой образ мыслей и использовать его более точно в соответствии с и так белая шляпа ученый белый цвет наводит на мысль о бумаге в этом режиме мы сосредоточены на той информации которая располагаем или которая необходима для принятия решения только факты и цифры что мы об этом знаем какая есть информация цифры статистика результаты исследований какой еще информации нам не хватает беспристрастная и объективная позиция рациональное зерно акцент на факты желтая шляпа оптимист желтый цвет наводит на мысль о солнце и оптимизме под желтой шляпой мы стараемся найти достоинства и преимущества предложения перспективы и возможные выигрыши выявить скрытые ресурсы здесь мы отвечаем на вопросы почему это надо сделать какие есть положительные стороны какие есть преимущества достоинства радужные перспективы и акцент здесь на плюсах черная шляпа критик черный цвет напоминает о мантии судьи и означает осторожность черная шляпа это режим критики и оценки она указывает на недостатки и риски и говорит почему что-то может не получится здесь следующие вопросы что может пойти не так почему этого нельзя делать все опасения все подводные камни акцент на критическое восприятие красная шляпа художник красный цвет наводит на мысль об огне красная шляпа связана с эмоциями интуициями чувствами и предчувствиями здесь не нужно ничего обосновать ваши чувства существует и красная шляпа дает возможность их изложить что мы переживаем по этому поводу эмоции ощущения каковы наши догадки по этому поводу смутные предположения гипотезы варианты что нам подсказывает интуиция никаких обоснований эмоций акцент на интуицию и чувства зеленая шляпа креативщик зеленый цвет напоминает о растениях росте энергии жизни зеленая шляпа это режим творчества генерации идей нестандартных подходов и альтернативных точек зрения в зеленой шляпе рассматриваются следующие вопросы какие есть альтернативы какие есть новые идеи как это еще не реализовали что безумного можно сделать с этим разрушить стереотипы акцент на нетрадиционных и провокационных решениях синяя шляпа руководитель используется в начале рассуждений чтобы поставить задачу мышления и решить что мы хотим достичь в результате это режим наблюдения за самим процессом мышления и управление им формулировка целей подведение итогов и тому подобное таким образом синяя шляпа может использоваться в начале работы и в конце работы в начале работы постановка задач планирование и управление всем процессом координация работы сбор результатов организация процесса регламентирования а в конце работы фиксация результатов задачи на будущее вот такие шесть шляп критического мышления эдварда дебона если вам понравилось это видео оказалось полезным ставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на мой канал следующем видео я покажу как можно использовать этот метод на решение конкретной какой-либо задачи всего доброго